Юный архитектор Виктория Константинова уверенными шагами направляется в сторону одного из брагинских дворов. В руках листы и карандаш. Сегодня выпускница технического университета в роли дизайнера современных городских пространств. Ставим задачу придумать из старого детского городка современное модное пространство, арт-объект. Пока девушка чертит, обследуем территорию. Эта детская площадка появилась здесь в конце 80-х во время застройки всего микрорайона улицы Бабича. Действительно выглядит она очень уникально. Монументальные бетонные основания с такими тяжелыми железными перекрытиями. Особого шарма придают вот такая крыша в виде зеленых куполов. За столько лет эксплуатации площадка не развалилась, но безусловно требует ремонта. Местами она даже небезопасна. Качели без сидушки, железные мостики шатаются, между перекрытиями огромные щели. Бетонные балки с лепниной из цветов давно покрылись мхом, а на крышах-куполах появились современные граффити. Разбиваются, падают, сотрясение мозга приезжает, скорая увозит, сотрясение мозга. Сколько таких случаев было у нас. Радеет за благоустройство Надежда Конькова. Женщина – местный садовод-любитель. Говорит, несмотря на возраст, любит все современное. Мне не нравится. Не нравится? Нет. Почему? Да, а что, красиво-то хоть от него. Я не знаю, что тут можно починить. Детям, конечно, которые большего возраста, им нравится. И как по заказу, сразу после уроков в детский городок спешит Леша Котов. Мальчик регулярно проводит время на этой площадке и совсем не жалуется. Она хорошая, потому что как бы сохранилась с древних времен, ее как бы форма составилась. И за то, чтобы ее починить? Да. Позицию Леши поддерживают и некоторые взрослые. Татьяна Сургучева на площадке с внуком и голосует за предание шарма старой советской конструкции. Везде как-то одинаковые, а тут что-то другое. Ну, нравится вам или нет? Ну да, интересно. Мнение жителей по поводу эксклюзивной площадки, а именно так ее называет глава района Екатерина Мусинова, разделились и в социальных сетях. Чиновник на днях была с комиссией в этом дворе и написала соответствующий пост в Фейсбуке. Раз конструкция давно не соответствует современным ГОСТам, значит требует капитального ремонта или сноса. Екатерина Мусинова предложила площадку не убирать, а законсервировать и сделать из нее арт-объект для района. Капремонт и оставить для детей. Классный замок. Знаю, лазал. Полагаю, что это сооружение устарело во всех отношениях, а купола на игровой площадке вообще нелепы. Площадка находится непосредственно на территории, на придомовой территории двух домов, а жители не могли прийти никак к консенсусу. Я так думаю, что на помощь, которую пользователи соцсетей показали мне, я смогу эту информацию донести до жителей на общем собрании и прийти к какому-то единственному верному решению. А значит, судьба детского городка в руках жителей и решится на общем собрании. А тем временем наш эксперт по арт-пространствам уже готова предложить жителям варианты. У Виктории Константиновой два эскиза. Первый путь это то, что мы оставляем данный объект, вносим какие-то незначительные правки. Ну, что-то нужно яркое, чтобы это действительно стало арт-объектом и привлекало внимание. Я думаю, что должны выбрать жители, но мое мнение, я за технологией и современность. Какую-то архитектурную, может быть, ценность этот объект подразумевает под собой? Думаю, нет. Чтобы соответствовать стандартам, современные площадки должны не иметь острых углов, крепления должны быть прочными, покрытие мягким. Ярославля уже приступили к демонтажу аварийных конструкций. Всего снесут порядка 400 элементов. А при формировании бюджета на следующий год городские власти планируют учесть средства на ремонт и содержание оставшихся объектов. Светлана Доброхотова, Сергей Мазила в День событиях.